Средняя школа в агрогородке Литвиновичи не работает уже несколько лет. В декабре 2016 года здание признали аварийным. После сноса части строений на площадке начался монтаж новых фундаментов. По сути, от старой школы останется только название и несколько стен. В результате реализации проекта новое учреждение станет более просторным и уютным. С учетом того, какое внимание уделяется в социальной сфере в сельской местности со стороны председателя облсполкома Геннадия Соловья, можно не сомневаться. Реконструкция этой школы будет проведена в установленные сроки и с высоким качеством. Когда мы смотрели перспективу дальше, то в принципе рождаемость у нас растет, и поэтому мы заинтересованы, не только мы, а все жители Литвиновича и Карлянского района в том, чтобы здесь было построено современное многофункциональное здание учреждения образования. Школа в Литвиновичах свою историю отсчитывает с 1918 года. Именно в этом году знаменитый революционер, писатель и педагог Пантелеймон Лепешинский открыл в деревне первую в стране советов опытно-показательную школу-коммуну. То здание не сохранилось, однако в деревне свою историю знают и очень ею гордятся. В Карлянском районном мемориальном музее Лепешинского, который, несмотря на официальное название, находится в Литвиновичах, минувшему посвящено несколько экспозиций. В общем-то, в ничем не примечательном внешне здании – современное учреждение культуры. В шести экспозиционных залах можно познакомиться с жизнью и деятельностью знаменитого земляка и его семьи, а также материалами по истории края. Причем экспозиции периодически обновляются в соответствии с советами местных жителей. В нашем музее создана группа «Друзья музеев», в которую входят учителя, дети и пенсионеры, люди преклонного возраста. Это целевая группа, которая посещает музей, и именно благодаря этой целевой группе мы узнаем их потребности и формируем наши экспозиции. В 2018 году на базе музея Пантелеймона Лепешинского в рамках международного проекта «Содействие развитию на местном уровне в Республике Беларусь» в Литвиновичах реализовали местную инициативу «Музей-центр местного развития». За выделенные средства оборудовали современный конференц-зал и создали ремесленную мастерскую «Школа подмастерьев». Сегодня такими условиями может похвастаться далеко не каждый музей районного уровня. Во-первых, это самозанятость местного населения. Это место общения, неформального общения взрослых и детей. Это один из способов дополнительного заработка на местных жителей. Мы делаем специальные поделки и как сувениры их продаем. 50% от реализованной сувенирной продукции из ремесленной мастерской получает человек как дополнительный доход. 50% идет на восстановление материала. Развитие территории через сохранение культурного наследия. Народный любительский коллектив «Славянская душа» Кормянского районного дома культуры известен не только в своем регионе. В репертуаре как классические народные песни, так и их современная обработка, что привлекает зрителей разных возрастов. И не только на малой родине. Кстати, звание «Народный» коллективу было присвоено за достойное представление нашей страны на международных фестивалях. Мы многократно были на территории Российской Федерации. Допустим, Вейделевский район Белгородской области является районом-побратимом нашего Кормянского района. Мы там ежегодно бываем на различных мероприятиях. В благотворительных целях посещали Италию. Были в Бельгии также благотворительные гастроли. Сегодня такие коллективы называют живым родником народного искусства. Определение, наверное, несколько возвышенное. Однако в целом верное. Помнить и гордиться своей историей, сохраняя и развивая традиционную культуру, необходимо. Олег Сенсеров, Ольга Коновалова, Евгений Макенко. Новости недели.